Всем привет! Сегодня я начинаю прохождение игры TALENT OF PAIN. Это хоррор игра, созданная на движке CryEngine, разработчиком одиночка Александра Гуза. Я извиняюсь, если я неправильно произнесла фамилию, это все-таки иностранная фамилия, я могу накосячить с произношением. Вот, разработчик одиночка, очень талантливый человек, конечно, ему помогали с переводом на другие языки, может быть еще с чем-то по мелочи, но в целом он делал ее сам, за что ему большой респект и уважение. Об игре я, наверное, ничего не буду рассказывать, мы сразу посмотрим по ходу действия, я бы могла, конечно, сказать о чем она, но проще будет увидеть один раз и уже, исходя из этого, судить. Ну ладно, без долгих разговоров. Язык я поставлю русский, наверное, да? Не так давно был добавлен русский язык. Новая игра. Да, в игре есть заметки, дневники главного героя, поэтому русский язык нам пригодится, чтобы читать заметки, записки. Вы точно хотите начать новую игру? Да, пожалуйста. Для передвижения используйте клавиши передвижения, для прыжка используйте клавиши прыжка, для того, чтобы пригнуться нажмите клавишу пригнуться. Все стандартно. Написано и создано Александра Гуза, то есть, собственно, разработчик, который сделал эту игру в одиночку. Я уже сказала, что за это он заслуживает всяческой похвалы и уважения. Начинаем посреди леса. Красивый и живописный лес, смешанный с разными типами деревьев, цветы, птицы поют, закат, такой приятный, мягкий, солнечный свет. Освещение в Крайнджене это отдельная фишка этого движка. И разработчик, видимо, умеет пользоваться всеми его преимуществами. Поднимаемся по тропинке в горах. Кажется, это горная местность, тропинка ведет все выше и выше и выше. Забираемся куда-то в самые высоты, в самые пики гор. Свежий воздух, прекрасный вид, что еще нужно для полноценного здорового отдыха и туризма. Так, а кто же... Кто же, собственно, мы, за кого мы играем? Сейчас дойдем до этой площадки и нам это объяснят в общих чертах. Нажмите клавишу Ж, чтобы открыть журнал, то есть дневник. Возвращение в старую хижину. Наконец-то, два часа я пробирался сквозь лес и вот я на месте. На смену лету приходит осень и воздух становится холоднее. Ну да, осень в горах достаточно прохладная должна быть. Ну а черт, как же здесь красиво. С этого места в конце долины я вижу старую хижину. Отец всегда любил природу. Он не раз говорил, что я перенял у него эту черту. Я просто обязана посетить тот домик ради него. Я решил переночевать в хижине, а на рассвете продолжить свой путь. Вот с этого места, с самого верха у пропасти, рядом с большим крестом, открывается потрясающий вид. Этот пейзаж мне всегда дарит чувство единения с природой. После пережитва за последнюю пару месяцев это то, что мне нужно. Да, вид действительно потрясающий, с этим не поспоришь. Горы, лес, озеро и старая хижина. Старая хижина, это что, смотровая башня? Не совсем мне понятно назначение этого сооружения, но... Но оно выглядит интересно и необычно. Старая семейная хижина, где мы решили провести отпуск, возможно. Или просто отдохнуть после тяжелой жизни, наполненной всяческими стрессами и переживаниями. Все, чего хочет наш главный герой, это уединиться от всех, от людей в этом месте, побыть с природой. Окружение лесов и гор. Без всяких забот. Ну, кроме заботы о собственном выживании, но здесь мы найдем все необходимое, я так думаю. В хижине будет что-то. Нужно только до нее добраться, и потом уже подумаем, что делать дальше. Так, сначала мы забирались в гуру, теперь тропинка идет, а наоборот, вниз. Может пробежаться, так будет быстрее. Но там я вижу навес, под которым хранятся дрова. В хижине и так достаточно дров, чтобы какое-то время внутри оставалось тепло. Да, это дрова, которые оставлены здесь нашими родственниками, но взять их пока нельзя. В хижине достаточно дров, будет чем обогреться холодной ночью в горах. Холодной осенней ночью. Хотя я бы не сказала, что погода осенняя. Ну, может быть, ранее осень, так как есть деревья с пожелтевшей листвой и с листопадом. Ладно, я, наверное, пробегусь, чтобы сэкономить время. Хотя, если честно, мне хочется просто идти, слушать приятную музыку, пение птиц. И смотреть, смотреть на всю эту красоту, которую показывает нам разработчик и движок CryEngine. Самый лучший и красивый из всех движков, на мой взгляд. Но с ним нужно уметь работать. Поэтому игр на CryEngine, и D-игр особенно, их достаточно мало. Но это только потому, что движка есть свои сложности, с которыми не всякий человек может справиться. О, я вижу хижину, мы почти добрались до места. Я почти что чувствую этот самый свежий, прохладный горный воздух. Давайте заберемся на это дерево и прыгнем с него в озеро. Потому что, а почему бы и нет. Юху! Класс! Ну вот и искупались. Вода, наверное, прохладная, но... Сейчас заберемся до хижины, затопим камин и просохнем. Надеюсь, что и не заболеем, не подхватим воспаление легких. Рыба. О, хорошо. Здесь водится рыба. Можно будет потом порыбачить. И лягушки. Живность всякая здесь. Трофейка, мания голова. Ага, вот и камин. Здесь холодно. Думаю, стоит развести камин. Дрова остались с прошлого раза, осталось только найти спички. Лесная хижина. Очень скромная обстановка здесь, ничего лишнего. Коробок спичек осталось всего одно. Ну как всего одна? Это плохо, на самом деле, что всего одна спичка. Например, ночью нужно будет свечку зажечь или еще что-нибудь. С одной спичкой долго тут не протянуть. Теперь мне нужно набрать воды на вечер. По-моему, где-то здесь было ядро. Да, я видела его. Вот оно. Нашел. Теперь мне нужно колодцы. Он в самом конце тропинки, ведущий в лес. Тут у нас что? Уф, как же здесь ужасно пахнет. Нужно будет здесь прибраться. Ну да, и для начала, например, здесь повесить дверь. Чтобы так сильно не воняло. Вы можете нажать клавишу хин, чтобы получить совет от главного героя. Используйте эту возможность, только крайняя необходимость. А давай отсюда наберем. Вода грязная. Кто знает, какая зараза в ней водится. Нужно найти чистую воду. Ну да, разумно. Я согласна. Так как я уже игру проходила, я знаю, где колодец. Старая водопроводная станция. Ей уже давно никто не пользовался. Заперто, но туда мне и не нужно. Ну и в самом деле, зачем нам туда? Наша цель совсем в другом. Цель найти колодец, набрать воды на ночь. Прогреть жилище. Может быть, найти что-нибудь поесть. Отдохнуть после дороги. Ну и все такое прочее. Обычные жизненные насущные цели. Ага, вот. Я уже близко к колодцу. Это просто развалины старые. А вот и колодец. Да, набираем воды. Отлично. Теперь ведро полное. Воды мне хватит, чтобы утолить жажду и умыться. Вот так. Чудненько возвращаемся. Возвращаемся бегом, но я надеюсь, что я не расплескаю воду по дороге. Просто, чтобы сэкономить немного времени, пробежимся. Небольшая пробежка. Почему бы нет? Полезно для здоровья. А, ну вот. Мы почти у хижины. Что это, черт побери, такое? Я не знаю. Давай отвернемся и сделаем вид, что этого нет. Тебе так уж необходимо выяснять, что это такое? Давай мы лучше закроем дверь. Сделаем вид, что ничего мы не видели, что ничего такого не было. И займемся своими обычными повседневными делами. Там, подготовимся ко сну, поедим, подумаем о жизни. Нет? Ты не хочешь? Почему? Вот почему героев в хоррор-играх постоянно тянет на всякие приключения, на свою пятую точку? Я бы на твоем месте не стала подходить так близко к этой штуке и тем более к ней прикасаться. Прикоснуться. А если тебя разорвет на части, когда ты к ней прикоснешься? Ты об этом не думал? Ну давай прикоснемся, ладно. Это главный герой совершенно без башки, без башни, он отмороженный, ему все равно, видимо, на собственную жизнь. Он любит трогать всякие непонятные здоровенные штуки. Ну все, ну ты счастлив? Понятно. Нас затягивает внутрь этой сферы, и загружается следующий уровень. Что за... Что происходит? Где я? Что за черт? К чему я прикоснулся? К этой странной платформе из-под земли тянутся какие-то огромные кабели. Клетка заперта на цепь, мне не выбраться отсюда? Что это за столбы? Они прямо искрятся электричеством. Может я могу сломать замок этим камнем? Давай попробуем. Мне нравится то, что герой может комментировать почти все, что он осматривает. Поздравляю, хорошо, из клетки ты выбрался. Что дальше? О, осмотреть. Что осмотреть? А, ну это я уже осматривала. Новая подсказка, точнее новая заметка в журнале. Неизвестное место. Что это, черт побери, была за сфера? Она точно не из нашего мира, не мог такое сделать человек. Я дотронулся до нее и увидел яркий белый свет. Мир вокруг начал вращаться и крутиться. Я почувствовала страх, какой-то нечеловеческий ужас, когда... Какого я еще никогда не испытывала. В какой-то момент мне показалось, что душа покидает мое тело. Страх казался настолько сильным, что все мои чувства меня покинули. Когда зрение вернулось ко мне, я не поверил своим глазам. Я оказался в клетке в абсолютно незнакомом месте. Мне чудом удалось выбраться. Но что это было? Где я? Я не узнаю это место. Мне нужно найти помощь. Вот. А все было бы намного проще, если бы ты не стал трогать эту штуку. Понимаешь, что ты сам виноват в том, что сейчас с тобой происходит. И если ты сейчас здесь сдохнешь, тебе некого будет винить, кроме самого себя. Я ведь тебе говорила, не трогай. Давай просто уйдем. Может, эта штука исчезнет сама собой. Закрыта наглухо. Похоже, дверь заперта изнутри. О, тихо-тихо. Что это? Посмотрите. Монолиты образуют собой большой круг. Кажется, они очень древние. Место ритуала или что-то типа того. Похоже на место какого-то древнего ритуала, но эти здоровенные электрические штуки... Как будто бы эксперимент, придуманный безумным ученым, эксперимент по телепортации, нас сюда перенесло, в другой мир, из нашего, после того, как мы залезли в эту сферу по собственной дурости. И теперь нашему герою нужно найти помощь. Ну хорошо, поможем выбраться ему из той задницы, в которую он сам забрался, из-за своего неуемного любопытства. Ну если бы не было таких людей, как наш главный герой, то не было бы, наверное, никаких интересных историй, в которых люди попадают в необычные ситуации. Если бы все вели себя правильно и разумно, то это было бы слишком скучно, правильно же? Правильно. Всюду туман, идет дождь, вечереет. Попробуем найти хоть кого-то, хоть что-то. Желательно убежище, где можно будет попросить помощи или переждать дождь. Пока я ничего не вижу подходящего, просто идем через лес. Но это совсем не тот лес, через который мы проходили ранее, абсолютно неизвестная местность. Давай пробежимся, чтобы хотя бы немного согреться и ускорить весь процесс передвижения. Ни следа человека. А, хотя нет, впереди есть постройки. Определенно это похоже на человеческие жилища. В том доме горит свет, нужно попросить помощи. Стоп, а если сначала подойти к передой двери? Заперто, я не смогу открыть эту дверь. Ладно. Пойдем туда, куда нужно. Там кто-то был у окна или мне показалось? Наверное, показалось. Да, все двери здесь закрыты, кроме входной, и нет смысла туда пытаться попасть. Заперто, заперто, заперто. Хорошо. Постучимся. Кто-нибудь есть? Темно, наверняка, где-то должен быть включатель. Да, я знаю, я уже его нашла. Hello? Кто-нибудь есть тут? Нет, никого нет. Значит, начинаем осматриваться. Со спокойной совестью. Ну, конечно. Телефон не работает. Никому дозвониться мы не сможем. Страница. Сегодня мы обнаружили кое-что совершенно потрясающее. В зашифрованной книге, похоже, содержится инструкция по запуску машины. Устройство машины подробно запечатлено в рисунках, так что сложностей с пониманием у нас не возникло. Десятилетиями мы пытались понять принцип ее работы. Наконец, нам удалось заполучить исчерпывающие ответы. Мы уже начали работать над расшифровкой. Все указывает на то, что книга была написана нашими древними предками. Она хранилась в старинном месте глубоко под землей. Большая удача, что мы смогли ее отыскать. Помимо этого, там же мы нашли какую-то металлическую конструкцию. Наверняка она имеет отношение к машине. Все возможно. Это та самая конструкция? Какая любопытная штуковина. Не знаю, что это, но сделана она крайне аккуратно. Телевизор? Здесь даже есть телевизор? Ничего себе. Сломанная лестница. Нет. Лестница сломана пополам. Нужно взглянуть, что там наверху, но лестница сломана. Стоит найти другой способ попасть наверх. Что-нибудь еще? Тут все в грязи и саже. Лучше не пить воду из этого крана. В смысле, что помирать с голоду ты предлагаешь? Фу, как же отвратительно здесь пахнуть. Ну классно. Вся еда протухла. Воду тоже нельзя пить, потому что она грязная. Ни еды, ни воды, ни помощи, ничего нет. А что там? Темно? Хоть глаз выколи туда, я не пойду. Какой ты привередливый. Ну не ходи, ну хорошо. Наверное, нет смысла туда идти. А, может рядом найдется что-нибудь, что поможет мне забраться наверх. Может на помойке что-нибудь есть. Класс. Хорошо, наша задача это порыться в помойке. Ни больше, ни меньше. А что там? Еще домик. Этот сарай похож на хранилище сельскохозяйственных инструментов. Но здесь заперто, разумеется. И ничего полезного, скорее всего, не отыщется. Это камень? Ладно. Показалось, что это дом, но нет. Это просто камень. В развалинах тоже ничего. Ладно, я просто буду идти по тропе и никуда не сворачивать. Что это было? Какая-то огромная туманная штуковина. Прошла и скрылась за деревьями. Гигантская фигура, совершенно не напоминающая человеческую. Здесь все закрыто и никого нет. Никого. Может быть, эта штука, она всех убила. Надеюсь, она нас не заметит. Стоит поторопиться, я думаю. Если пойти в этом направлении, то... Скоро стемнеет. Нужно найти что-нибудь, чем можно светить себе дорогу. Не хочу случайно упасть. И он так говорит не просто так. Случайно упасть действительно можно. Это будет больно. Мы разобьемся насмерть. В темноте лучше тут не шастать. Повсюду обрывы. Да-да-да, я знаю. Я знаю. Мы туда и не пойдем. Не волнуйся, не переживай. Пойдем в другую сторону. К примеру... Вот к этой двери, заляпанной кровью, с кровавой огромной лужей перед ней. Почему бы нет? Заперто. Фу, здесь столько крови. Если ее оставил всего один человек, не думаю, что ему удалось выжить. Ну да, здесь столько кровища, как будто бы она целиком вытекла из тела. Человек с такими ранами вряд ли бы выжил. Это... да, это есть такая. Лестница. То, что мне нужно. Тяжеловато, но думаю, я смогу ее дотащить. Ты, конечно, сможешь. Вряд ли она настолько уж тяжелая. Она не выглядит тяжелой, на самом деле. Мне кажется, или скорость передвижения все-таки стала чуть меньше. Все может быть. Ну, ничего, бежим, тащим лестницу, все в порядке. Выдохся, что ли? Беги, давай. Очень далеко ее тащить. Давай, не будем сбавлять темп, поскорее все это сделаем. О, я уже почти ее дотащила. Ну нет, не так уж далеко, если бежать все время. Открываем, закрываем. Поставить лестницу. Игра подсохранилась. Использовать. Лезем наверх. И наблюдаем следующую картину. Боже, что же здесь произошло? Кто мог такое сделать? Кровь еще свежая, но ни плоти, ни органов я не вижу. Только скелет и лужа крови. Кровь, кости, светильники. Еще одно место какого-то жуткого ритуала. Как будто бы кто-то выпустил всю кровь из этого человека, забрал его плоть и внутренность или сожрал их. запертое я не смогу открыть, но это понятно. Что у нас тут? Бюст ктулку. Статой жуткой твари щупальцами. Одно взгляд на нее у меня все внутри холодеет. книги. Коллекция эзотерических книг. Судя по названию, в ней говорится о древних божествах, темных ритуалах и адских тварях. свечи еще горят. Все произошло совсем недавно. Это письменность и сложность в шифровке. Мы впервые столкнулись с таким шифром. К нему нельзя применить ни один алгоритм. У каждой страницы своя композиция и стиль письма. С чем не возникло никаких проблем, так это с пониманием рисунков и диаграмм. И нам удалось заполучить много информации. Похоже, машина существовала с начала времен. Вероятно, ее создателем является самим величайший из древних. Если это так, то потенциал машины превосходит все наши ожидания. Объединив содержание книги и знания, которые мы, избранные, передавали друг другу из поколения в поколение, нам удастся познать все секреты машины. Что это был за звук? Что это было? Что это было? Ничего хорошего этот звук нам не предмещает. Да. в записках говорится о древней машине и летающей труппе. Ничего особенного. Так вот, о древней машине, о попытках узнать ее секреты, но кажется, что-то пошло не так. Не хочу закончить, как тот несчастный. Туда я точно не пойду. Да, и он не идет. Там невидимая стена. Ух ты, давай смотрим. Он мертв. Кто мог с ним такое сделать? И эта кожа такая странная. Кажется, очень плотная. Фу, она жесткая и грубая на ощупь. по-моему, там было еще написано, что он нашел ключ и положил его себе в карман. Да. Да. У нас появляется ключ в нижнем углу экрана. Где заметка в журнале? Он должен был... Да, вот. Наконец-то он появляется. Старый дом в лесу. Я будто в кошмаре. Прямо на моих глазах убили мужчину. Что-то швырнуло бездыханное тело буквально в метре от меня. Я подошел к трупу и сразу обратил внимание, насколько у него странная структура кожи. Но больше меня шокировало то, что я увидел в доме. Что могло сотворить такое с человеком? Весь пол залит кровью, а тело остались только кости, скрепленные странной смолой. Не могу поверить своим глазам. Я нашел страницы дневника. Кто-то обнаружил древнюю книгу и хотел разузнать секреты какой-то машины. Похоже, очень древние. Мне нельзя здесь оставаться. Нужно найти безопасное место, чтобы переночевать. Уже темнеет. Хорошо. У нас есть ключ. И я знаю, куда он подходит. А подходит он к той самой двери, перед которой мы видели лужу крови. Это, конечно, самое безопасное место, где можно остановиться на ночь. разумеется, кто бы сомневался в этом. Я уже пробовала с этим ключом потыкаться во все закрытые двери, но нет, он подходит только к той двери. просто бежим, не обращаем внимания ни на какие странные звуки, доносящиеся из старых развалин. Как будто бы здесь летают по воздуху неупокоенные души, жуткие призраки, которые хотят догнать нас, освободить. Или может еще какие-нибудь существа, питающие в темноте. Скоро с наступлением ночи они выползут, начнут за нами охотиться. Конечно, мы этого не хотим. Лучше мы пройдем в эту дверь, пусть даже здесь кровь, но слушай, а ты уверен? Может быть лучше пойдем к тем существам, которые водятся в лесу? Я даже не знаю. С одной стороны дверь, ведущая куда-то вниз в подвал и все залито кровищей. С другой стороны темный лес, наступающая ночь, какие-то страшные существа, которые бродят среди деревьев и издают жуткие бопли. Ладно, пойдем в дверь. Что там, что там, перспектива не веселая, но возможно здесь будет чуть безопаснее, чем снаружи. Лампа, я могу прицепить ее к ремню. Нажмите в, чтобы использовать лампу, но будьте осторожны, свет привлекает к вам внимание. Хорошо. На шкафчика крупные брызги крови, сведы ведут к лестнице. Эй, что? Кто закрыл дверь? Что за шутки? Черт, дверь захлопнулась, вряд ли это был ветер. Нужно чем-то ее выбить и убираться отсюда сейчас же. Здесь очень опасно. Поищем, как выбраться. Еще одна страница. Мы шли к порталу, который возник из ниоткуда. Нам чудом удалось сбежать и спрятаться в укрытие. Но один из нас серьезно ранен, не думая, что он протянет до утра. Это было ужасно. Та тварь сорвала все мясо с его руки. Осталась голая кость. О, ужасно. Заперто. В смысле заперто? И что делать дальше? Отлично, нашли ключ. Маленький ключ. Его очень трудно было заметить, но тем не менее я его заметила каким-то чудом, потыкавшись во все, что можно и нельзя. Свет, конечно, привлекает внимание, но без света ничего не видно, поэтому я выбираю привлекать внимание. Мне все равно опасно это или не опасно. Машинное масло подожди, берем смазывающее масло может пригодиться. Идем по следам кориа. Что это у нас тут? Ух ты ж блин, чем черт возьми здесь занимались? Приносили кровавые жертвы, пытали людей страницы. Интересный рисунок. бедняги с той стороны двери не повезло. Что случилось с тем несчастным? Никогда не слышал таких источных моблий. Эту дверь я открывать не буду, ни за что. А если человеку нужна помощь? все насквозь прожарело, это место в плохом состоянии. Да, вот это точно лучше не трогать, иначе может глянуть током и убить на порах. Все, искрит. Как здесь что-то вообще еще работает? Нет, нет. Ничего не видно не видно. Не стоит пытаться туда проплыть. Хорошо, что в этой стороне? Что-то похожее на мастерскую. Инструментов не осталось, очевидно, что место уже давно заброшено и, наверное, разграблено. очень высокое давление, трубы могут взорваться в любой момент. Ну вот. Сейчас отчество не легче. Страница. Тварь все еще там. Прошло уже столько времени. Если мы откроем дверь, нам конец. Тут есть трубопровод, который ведет коврагу неподалеку. Если нам удастся снизить уровень воды и понять, где начинается труба, мы сможем заметно сближать. звучит как план. Лампа нет. Не будем выключать лампу с лампой, как-то уютнее, светлее, приятнее. Ветер. Я смазал винтель. А, нам нужно было его смазать, чтобы повернуть. Лучше держаться подальше перил. Если я упаду, турбина раскромсает меня на мелкие кусочки. Хорошо. Повернули винтель. Вода кажется начинает впадить. свиваться. И пока вода спускается, мы тоже спускаемся с нет зоны. Бедется подождать, пока она уйдет полностью, так как если зайти в воду, ничего не будет видно. Далее нет. теперь я вижу турбину очень очень острым ее напасте. опасно приближаться. к ней приближаться. А тут есть что? Нет, ничего. подождем. Аккуратно по стенке по стенке. проходим дальше. Старая-старая ржавая труба Еще один скелет Похоже, он встретил ту же судьбу, что и несчастность чердака Нужно поскорее убираться отсюда Ну да, кажется Им так и не удалось сбежать с этим людям Матолический лом Подожди, я не буду его пока брать Хотя Здесь больше ничего нет все равно Вперед и двигаем Просто двигаем Со всей возможной скоростью Обрат Вода спускалась только на очереди Ограниченный промежуток времени Сейчас он поднимается А, ну, к счастью, теперь под водой можно Хочется вот так смотреть Понимается Ну, можно Очень слабо, но можно Так, теперь осторожно Вверх стенки плывем лестницей Надеюсь, у нас не затянет бурбину Очень неприятно Дальше такой вопрос Где Где Вообще Использовать лом С помощью лома Возможно, да Я смогу как-то Открыть дверь Выбраться И двигаться дальше Так как лампу мы нашли Темнота нам не страшна Да, так оно и есть Ломаем дверь Я сломала замок Но вместе с ним и он Ладно, пофиг на лом Абсолютно все равно Главное то, что у нас есть лампа И то, что мы выбрались Наконец Подземное служебное помещение Я оказался заперт в том здании К счастью, мне удалось Выпить дверь И вовремя выбраться оттуда Что-то Я даже не знаю что Что-то ужасное Убивает людей Похоже, оно питается Человеческой плотью Органами И оставляет только кости И эта тварь была здесь Прямо передо мной Я обнаружил информацию О каком-то портале Больше деталей не было Если я хочу выжить Мне нужно продолжить путь И следить за каждым шорохом Нужно идти дальше У меня нет выбора Но кажется, там в темноте У деревьев что-то двигается Органами 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 Органами